Для Анны Сидейской это первый экзамен. Выпускница не думала, что будет сложно даже в самой, на первый взгляд, легкой тестовой части. Однако девушка уверена, что сдала на высокий балл. У меня всегда было с русским все хорошо, но буквально где-то, может быть, за неделю я спохватилась, начала думать, господи, я же не готовилась. И начала вот усердно тренироваться, нарешивать задания, смотрела, как пишутся сочинения. Ну и, в общем-то, за неделю как-то подготовилась относительно. В пункте проведения экзамена соблюдаются все требования безопасности. В каждой школе отведен свой кабинет, чтобы не создавать толпотворения в коридорах до приглашения к началу экзамена. Члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели в масках и перчатках. Выпускников рассаживают из ЭГЗГ-образно. Это сделано для соблюдения социальной дистанции. На входе в ПП у нас все организаторы проходят обработку специальными средствами, получают маски и перчатки, находятся на пункте экзамена. Весь период в масках и перчатках. Дети у нас, конечно, без масок и перчаток, потому что в масках и перчатках неудобно сдавать экзамены. В процессе экзамена у нас соблюдаются меры социальной дистанции. То есть мы не создаем здесь большого накопления детей. У нас проход идет по графику, организуется. Поэтому здесь мы пытаемся соблюсти все меры безопасности. В этом году из-за пандемии коронавируса существенно сдвинулись сроки проведения ЕГЭ. Однако технология не поменялась. У нас 3-го числа прошел экзамен по литературе, информатике и географии. Сегодня у нас по русскому языку экзамен. Вчера тоже по русскому языку. 10-го дети у нас дают математику профильную. 13-го физику и историю. 16-го общество знаний и химию. 20-го английский биологию. И дальше у нас еще резервный 22-го английский устный и 24-25-го резервные дни. Для тех детей, которые не смогли сейчас у нас принять участие по болезни, либо по другим уважительным причинам. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 20 и 23 июля. В зависимости от дня сдачи экзамена. Наталья Дуркина, Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал Север.